Вот так, друзья, зрители канала «Автополстар» и участники Зума проекта «Браво». Сегодня у нас в гостях Светлана Лапрова. Она уже не в первый раз у нас в гостях. Она психолог, психоаналитик с большим 15-летним стажем, лайф-коч. У неё много марафонов. Она с большим опытом автоном. И она сегодня нам расскажет про пробуждение, просветление, осознание. Приветствуем, друзья. Даю слово Светлану. Здравствуйте. Очень приятно вновь с вами находиться. И тема сегодня такая, да, она, как обычно, не просто так пришла. Это те механизмы, те практики, те влияния нашей плотности, то, что влияет сейчас на нас, так как я это вижу, на нас, на наше тело, на наше переосмысление того, что с нами происходит. И я, наверное, максимально глубоко, насколько это возможно, на сегодняшний день, углубилась именно в состояние исследования, наверное, так я бы сказала, в исследование крови, в исследование, возможно, даже можно сказать, что других миров, в исследование физического тела человека, потому что оно у нас, как мне, видится, что, ну, раскрыто, наверное, на проценты от двух до десяти. Вот. Это, конечно, очень мало, потому что мы абсолютно не знаем себя. И именно поэтому я сейчас запустила марафон, он у меня такой длиной в сорок дней. Первые три дня был бесплатный марафон, где могли люди посмотреть, о чём я буду говорить, поближе познакомиться с возможностями нашего тела. Вот. И первый двадцать один день мы исследуем именно физическое тело, как оно реагирует на жизнь без еды, без жидкости, что с ним происходит. Вот. И с 16-го, 17-го числа у нас будет вторая стадия, когда мы уже идём на сорок дней. И там мы будем исследовать больше, как наш внутренний мир влияет на внешний, как внешний мир корректирует наше внутреннее состояние. И это, наверное, то самое интересное, к чему, как мне кажется, на сегодняшний день, ну, наверное, такое грубое слово, стремиться должен человек. Не должен, конечно, но это тот интерес, который действительно искренний. Потому что мы можем хоть сколько отворачиваться от себя, делать вид, что нам интересны ещё какие-либо вещи, но при этом всё время себя ощущаем несчастливыми. Мы всё время бежим за каким-то счастьем, бежим за какими-то возможностями, бежим за какими-то состояниями, не понимая, что мы не за ними бежим, мы убегаем от себя. И в этом смысле очень-очень на нас влияет, это, конечно же, то, чем нас регулируют, как, наверное, как таких биороботов, чем нас регулируют через кровь, через лимфатическую систему, через мозг, который до сих пор никем не изведан, что это такое, кто его внедрил, и вообще наш ли он. Почему нам нравится быть в одном состоянии, нам хочется быть в одном состоянии. Мы чувствуем себя в определённом состоянии достаточно комфортно, но почему-то не можем в нём задержаться. И что с нами случается, вот эти вот состояния очень тяжело отслеживаются, очень тяжело поддаются интерпретации самого себя. А что же с нами происходит? А почему нам бывает так хорошо, но мы из этого хорошо всё время выходим? Почему мы не можем задержаться в определённом состоянии нашего комфорта, как минимум физического? Почему мы всё время себя наказываем? Наказываем едой, наказываем неэкологичными окружающими, которые нас постоянно пытаются навязать нам чувство жалости, чувство жалости к себе, чувство неудовлетворённости? Потому что многие состояния у нас идут от жалости к себе. Мы многие думаем, что первопричина всего — страх. Но страх, наверное, всё же я на сегодняшний день думаю, что это не первичное состояние наше, а первичное — это всё-таки, наверное, жалость к себе. И на основании жалости к себе мы начинаем корректировать свою дружбу с кем-либо, потому что нам жалко, что нас таких замечательных обманули. Нам жалко, что нас таких замечательных сказали не то, что мы хотели. Это быть жертвой, да, Светлана? Похоже, да? Да, только тут немножко другое. Когда мы жертвуем, жертвенность — это мы искусственно создаём сами себе это состояние, потому что оно нам комфортно, и мы тогда эту жертвенность регулируем сами. А жалость — мы переносим ответственность на кого-то, мы позволяем кому-то, чтобы для нас сделали вот это вот состояние нашей жалости. Когда вроде бы не мы виноваты, когда вроде бы мы всё делаем так, как нужно, потому что мы-то хорошие, а он такой негодяй вот так вот с нами поступает с такими великолепными людьми, с таким великолепным аватаром. И на фоне этой жалости очень много всего происходит. Но жалость, она не просто так возникает. Жалость у нас возникает только в том случае, когда у нас густеет кровь, и когда в нашей крови происходит определённая, так скажем, химическая реакция, когда кислород из меньшей плотности максимально поступает в нашу кровь, которая выбрасывает его в межклеточное пространство, и этим насыщается лимфатическая система. Как интересно! Мы с вами, наверное, многие знаем, что кровь у нас как бы вращается в одну сторону, а лимфа в другую сторону. И мы всё время, не подозревая этого, стоим всё время на перепуте между самим собой. Что бы с нами ни произошло, любую ситуацию можете взять, и любая ситуация будет всегда иметь две грани, которые мы очень часто любим называть хорошо и плохо. И вот эти вот две грани, это как раз и говорит о той неурегулированности своего внутреннего состояния, которое выносится на внешнее. То есть всё связано с едой в итоге, да? Я бы сказала, что… Мы стали всех обвинять во всём, уходим от ответственности, кто-то у нас виноват, а всё оказывается то, что мы в желудок положили, да? Если не положили, этого не будет. Это всё к этому, да? Я уже заскакиваю вперёд, наверное. Я бы, наверное, всё-таки сказала, что еда — это второстепенное основание того, что с нами происходит. первостепенно это наше осознание. Но к осознанию мы можем добраться только лишь тогда, когда мы облегчаем свою деятельность через наш кишечник в том числе. Поэтому одно без другого никак невозможно. То есть невозможно просто выйти в голодовку. Да, мне не очень комфортно называть автономию всё, что там меньше полугода. Причём автономия — это, наверное, такой не совсем… Мне не нравится этот термин, потому что автономия — это когда ты уже в другой плотности, и когда тебе не нужно никакое общение, никакой интернет. Ты автономный, в принципе, не для этой плотности. А здесь, наверное, всё-таки в этих световых лучах, наверное, проще говорить про наедение, либо неедение. Чтобы дойти до пронаедения, нужно сначала побыть на неедении. И это основное, что нас будет двигать дальше к нашим новым осознаниям, потому что мы себя не можем осознать, мы себя не можем сказать, как нам хорошо, куда нам идти, что с нами нужно делать, пока мы не узнаем, что было до этого. Ведь когда мы идём в состояние знания себя, то перед нами открывается не только наше физическое тело, не только структура, которая у нас идёт в наш внутренний мир, но и внешний мир, который отражается во всём. Только познав внешний мир, мы можем хоть как-то скорректировать и познать себя. И познав этот мир, я говорю не о нашем шарике, а о Вселенной. До галактики, конечно, мне ещё далеко, я ещё до туда не добралась. Но когда мы говорим о человеке, как он устроен, ещё что-то, мы же в первую очередь начинаем отслеживать его с зачатия, как он появился от мамы. То же самое и здесь. Нужно исследовать с зачатия, а как мы появились здесь? А кто создал эту планету? И очень часто… Вы очень ответили на этот вопрос. Ну, я бы, наверное… Я не претендую на истину ни в коем случае. Я, наверное, больше в этом состоянии ещё как исследователь, но у меня есть такие видения, что эту планету и создавали мы. Возможно, нас немножечко уводят, чтобы не открыть нашу генетическую память, потому что, ну, кому-то это не очень удобно. Потому что, когда мы заезжаем, например, в какой-то дом, в квартирник, например, этот дом строили, например, не мы, не лично мы, но точно такие же, как мы. Кто-то до нас. То же самое, что и с этим планетой. Эту планету, скорее всего, и создавали на определённом этапе мы. Но это не нужно воспринимать дословно, что как бы откуда мы взялись, а как ещё. То есть у нас всё имеет круговорот, у нас всё имеет круговорот бесконечности. И бесконечность – это то состояние, когда из одного перетекает в другое. Это не когда идёт одним пластом, да? Но у нас слово «бесконечность» каждый вкладывает своё чувствование в это слово. Своё чувствование настолько, насколько он готов к восприятию бесконечности. Поэтому кому-то что-то рассказать о бесконечности – это практически невозможно. Каждый её будет воспринимать в меру своего состояния, восприятия как минимум данного слова. Поэтому вот у меня сейчас на сегодняшний день именно такие мысли. И именно поэтому сейчас у меня будет как такая тренировка себя, тренировка ребят. С 16-го числа, вот в марафоне, когда мы будем вскрывать то, что у нас внутри, вскрывать именно чувствование, вскрывать эмоции, откуда пришли эти эмоции, кто нам их дал, зачем мы их взяли, почему нам с ними комфортно, почему мы не идём на глубину чувствования. Можно присоединиться хоть кому в этом марафоне, там нет никаких ограничений. И, конечно же, после вскрытия вот этих моментов, чем больше мы отдаёмся, чем больше мы раздаёмся, чем больше мы раздариваемся, тем больше мы высвобождаемся, и у нас есть место для получения новой информации, для получения новой информационной вибрации, для обновления нашей крови. Потому что кровь у нас обновляется. Обновляется каждый момент. Прям вот насколько вот… У нас за 4 часа, за 4 часа у нас кровь обновляется на 30%. Представляете, у нас её очень много. Но это не считая сна. Во сне у нас застывают максимально все процессы, там уже другой порядок. Вот, и об этом мы тоже поговорим. И как раз на ретрите, кто может лично уже приехать, у нас будет две практики, такие очень глубокие, под ритмы нашей планеты, под ритмы нашей плотности, где мы будем максимально уходить в свою ДНК, в свою плиточную структуру, где мы будем смотреть те видения, которые предоставлены каждому человеку. Потому что мы абсолютно разные. И у кого-то талант к одному, у кого-то к другому. То же самое, что в нашей ДНК в каждом человеке зашита определённая структура, определённый код, который мы можем считать, когда мы будем готовы. И когда мы считываем каждый свой код и обмениваясь, у нас создаётся, складывается вот этот пазл единства. И здесь мы получаем максимум информации той, которая в принципе дана была для нас. Но по определённым причинам нашего невежества она от нас закрылась. Вот как-то, наверное, так. Светлана, а можно вернуться про кровь немножко рассказать? Вы сказали, что она меняется в течение четырёх часов. А что на это влияет? Можно как-то на это подействовать? И вообще, как это всё я хочу представить? Я думаю, зрителям тоже интересно узнать. Кровь, да, у неё очень много, что на неё влияет. Но как общестатистически, что у нас есть, сколько там, восемь групп крови. То есть первая плюс-минус, вторая плюс-минус. Но по факту их более ста групп крови. И не вся информация, конечно же, есть и в сцентре. И не вся информация, конечно же, выкладывается в общедоступные источники. И понятно, почему, потому что не все готовы их правильно интерпретировать. Но кровь меняется абсолютно от всего. То есть кровь меняется от того, какой у вас образ жизни, что вы кушаете, насколько вы токсичны к самому себе. То есть для них никакой уже не секрет, что кровь в течение жизни, она меняется. И очень часто это отслеживают женщины, потому что они рожают. И когда ты носишь ребёнка, там всегда берётся группа крови, и женщина видит, насколько она изменилась. Я могу сказать, что у меня она три раза менялась, группа крови. И я думаю, что это ещё не предел. И тогда я первый раз задумалась, когда у меня была группа крови, когда мне сказал врач, так как я была, во-первых, старородящая, во-вторых, меня наблюдали в определённой клинике, потому что я была болезненна, я была астматик на последней стадии, и мне вообще в принципе врачи не рекомендовали даже беременеть, не то что рожать. И, естественно, наблюдали меня несколько врачей, несколько таких достаточно статусных, чтобы не потерять просто меня, и наблюдали мою кровь. И тогда я первый раз узнала, что когда у меня менялась кровь, у меня она поменялась. И тогда я ещё отследила, это с третьей, по-моему, отрицательной на третью отрицательную. И у меня был такой немой вопрос, думаю, а как же поменялось с одной на такую же. И тогда мне врач сказал, что как раз в том числе и в третьей группе крови есть много разновидностей и резус-фактор отрицательных, которые влияют на цвет крови, на свет крови, на кислородное значение крови и на много-много факторов, которые я вам не смогу перечислить, потому что я не медик, и этих терминов я, конечно же, не знаю, не запомнила, но тем не менее. И это влияет в том числе на лимфатическую систему. То есть лимфатическая система это тоже определенная наша жидкость, которая нами управляет и управляет очень сильно. То есть кровь мы можем как бы развернуть к себе и быть управленцами своего аватара. А лимфу, если мы… Лимфой управляем не мы. И как раз лимфатическая система, она больше подвержена на питании. На питании – это то, что мы едим, от этого зависит, насколько мы управляем, когда мы едим, сколько мы едим. Это я всё рассказываю на марафонах, на ретритах. Не буду сейчас углубляться, чтобы не тратить время. Но могу сказать, что, например, осматики, ну такие глубокие осматики, я бы сказала, кровь у нас качает, если вот так вот по-мультяшному говорить, кровь у нас качает сердце, а лимфа у нас качает диафрагма. И у осматиков, когда у них идут приступы, у них диафрагма не работает. То есть у них вообще изначально с лимфатической системой не очень всё складывается. И лимфатическая система у осматиков, она не развита, не в развитом процессе. То есть если обычному человеку, например, запустить лимфу, ну среднестатистическому всееду, например, чтобы запустить лимфу, им достаточно начать заниматься, и у них пойдут процессы обменные, то осматику, неважно, занимаешься ты в зале или не занимаешься, лимфатическая система у них настолько, так я бы сказала, не подвержена какому-либо влиянию, что даже лимфатические узлы у осматиков, они, как правило, в завершенном состоянии, как говорят врачи. И если этим воспользоваться, то можно направить внимание на себя через свою кровь, через становление, через кровь. На кровь у нас очень сильно влияет. То есть мы сейчас, как я вижу, выходим из-под влияния солнца и больше подвержены через влияние световой луды. Но это уже другая история. Но это, как я сейчас вижу, по вибрациям. Это не говорит о том, что мы будем в тёмное время суток жить, это не говорит о том, что там солнце станет меньше. Нет, это абсолютно другие вибрации, это другие волны, это другое восприятие человека. То есть человек на сегодняшний день, он может через кровь открываться, скрываться, вскрывать свою ДНК, вскрывать свою память. Но это… То есть, конечно же, это не касается ребят, которые любители пятничного пива, пиццы и шашлыков. У них очень большой ступор стоит. Но это, как я вижу, возможно, я ошибаюсь. Опять же говорю, я не претендую ни на какую истину. Это просто мои видения, мои рассуждения. Но на сегодняшний день идёт как будто такой отбор тех людей, которые будут проводниками, когда у нас Земля пройдёт свой цикл и выйдет на новую орбиту. Кто-то идёт проводниками, а кто-то идёт в следующую плотность. Потому что не все готовы здесь постоянно. У нас есть постоянные жители Земли, есть непостоянные. Все, наверное, уже об этом тоже в курсе. Это тоже практически уже открытая информация, её никто даже спаривать не собирается. И опять же, что касается крови, это то, на что я сейчас максимально нацелена, чтобы люди через свою кровь вышли на очищение своего сознания, осознания и своего аватара. именно через кровь. Потому что база нашей крови у нас идёт практически в кубке. Опять же, всё начинается с живы, с живота, с желудка. И там у нас максимально, что мы можем развить и растрясти, чтобы вернуться к самому себе. Наверное, я бы так сказала. Светлана, а вот как насчёт, если диафрагму раскачать, например, какими-то дыхательными упражнениями, лимфа же тоже начнёт как бы, и она тоже на кровь повлияет? То есть всё-таки всё связано, да? Ну, для осматиков диафрагму раскачать очень тяжело. То есть осматик, он вообще в принципе дышит по-другому. И у нас есть несколько дыхания, и дыхательные практики тоже с ребятами показывают. Есть дыхание животом, есть дыхание грудной клеткой, и есть дыхание шеи, то есть вот здесь вот трахеи. Но когда осматик дышит, или когда вы, например, можете посмотреть, не посмотреть даже, если у кого-то… Можете спросить у любого осматика, либо когда вам очень тяжело что-то делать, например, вы едете на высокую горку на велосипеде, либо если у вас какие-то очень сложные физические упражнения, то вы можете отследить, что после этих физических упражнений вы так глубоко дышите, что у вас напрягается в большей степени, ваше тело напрягается, болит спина, начинает болеть спина, где лопатки. То есть основное дыхание у нас идёт через спину, что мы очень редко это видим, осознаём, потому что у всех, наверное, плюс-минус одинаковое состояние с дыханием, а у осматиков там у них другой танец через дыхание. Мы дыхание видим по-другому, мы его чувствуем по-другому, и каждый вдох для нас, он имеет иное значение. И именно почему я ещё раз говорю, что вот, например, велосипед, там очень чувствуется, когда ты, например, едешь в горку, то у тебя устают не ноги, у тебя устают не попа, у тебя устают именно плечевой пояс и спина, когда ты поднимаешься на высокую гору. Там уже другие отношения, другие соотношения дыхания к крови. И есть сейчас исследования, они тоже, по-моему, в открытом доступе. Есть несколько людей, которые намеренно откачали из своего организма всю лимфу, всю лимфатическую систему. Что с ними сейчас происходит, как бы я не могу сказать этого, но, тем не менее, могу сказать, что они определённо живы. И есть точно так же, это официально, что есть люди, которые вообще живут без лимфатической системы. То есть это видно, например, на вскрытии, ещё что-то. Но мы все прекрасно знаем, что, например, без крови человек не может жить. Что всё-таки она главенствующая. Лимфатическая система, она нам что бы что? Здесь есть другие вопросы. Но не факт, что она очищает кровь. У меня был как раз эфир, я не знаю где, либо просто на моём канале он есть, либо в закрытом клубе. И я там и рассказывала. А, я рассказывала в бесплатном марафоне, тоже на моём канале есть. Я рассказывала, что происходит с нашей, когда мы занимаемся, что происходит с нашей кровью, то делает лимфатическая система и как она поедает, то есть я на примере рассказала, как она поедает наши клетки, которые идут с генетической памяти. Ой-ой-ой, это какой-то прямо вампир. У нас сидит эта система, мы её так бережём, да. Молимся, можно сказать, на неё. Она, оказывается, нам не друг. Но, знаете, тут такое напрашивается вопрос. Вот очень часто люди говорят, вот я, например, не хочу есть, моё тело не хочет есть, а кто-то во мне очень хочет. Вот, наверное, все об этом слышали, да? И мы на эту тему очень часто смеёмся и не хотим влезать туда и понимать, а что же здесь с нами происходит? А кто же хочет кушать, если мы не хотим, а наше тело не хочет? Но для нас это настолько мистическое кажется, настолько это нерационально, что как мы думаем, как это, мы кого-то выращиваем? Кого мы можем выращивать? Это мы инкубаторы для кого-то? Что происходит внутри нас? И мы очень часто туда не заглядываем, потому что нам не хочется узнавать ту информацию, которая для нас неудобная. Но пока мы будем всё отрицать, мы будем находиться именно на том уровне восприятия, на котором мы находимся сейчас. Это вы про Гидру говорите? Я где-то слышала, что вот она в нас живёт, да, и там цепляется за нас, и держится за нас, да? И мы её должны кормить. Ну и это тоже, да. Это тоже самое, да? Это подружки, да? Ну да, это про... Нормально, нашли. Мы сейчас их вычислим и скажем, ну-ка, давайте, идите гуляйте, нам без вас лучше будет. Интересный поворот. Да, тогда, наверное, следующий эфир можно назвать «Жизнь без лимфы». Смотрите, у нас выходили несколько эфиров у меня, и Ютуб не всегда выпускает какие-то эфиры. Если там что-то лишнее сказано, то они блокируют эти эфиры. У меня несколько эфиров про кровь заблокировано и про клетки. Поэтому я не всё могу в эфирах говорить, поэтому некоторые я говорю только в клубе, на марафоне, но и, конечно же, на ретритах. Да, у нас уже 184 человека на Ютубе, и есть как бы вот фидбак, как это, да, благодарят за ваши марафоны. Видимо, пришли ваши марафоновцы тоже на эфир, вот ваши поклонники. Очень много хороших комментариев, что вы даёте полезную информацию нужную. Да, потом тоже люди спрашивают, зачем идти голодать, как бы, да, группой. Ну, тут я могу не согласиться. Группой всегда как бы поддержка веселее. Вот, они говорят, что раньше, то есть там тысячи лет назад людей не было интернета. Ну, сейчас у нас есть такая возможность, правда, и нам нужно радоваться, наоборот, а не уходить и голодать по отдельности. Но вы же здесь сидите, вот кто пишет, не было же интернета, вы же всё-таки им пользуетесь для чего-то. Да, да, вот на Ютьюбе я читаю комментарии, то есть, да, интересно, да, биосферу уже люди тоже подняли. Да, энергии. Да, давайте, Светлана, что мы дальше будем обсуждать? Может, вы какие-нибудь там практики тоже дадите там дыхательно? Вы же ушли от, получается, асматика, да? Вы избавились от этого? У вас какие-то сетей? Ну, я надеюсь, что да, мы же не можем сказать наперёд. На данный момент как бы у меня нет асмы. Что будет дальше, я не могу сказать, я не забегаю вперёд, я просто живу, просто узнаю себя. Узнаю себя в том числе и через других ребят, через ребят, которые идут со мной, я вам очень за это благодарна. Вот. Но практики, но есть разные практики, и тут я не даю в открытых эфирах практики, потому что они не всем подходят. И когда их даёшь, все начинают на себя их применять. А, например, одни практики, они разжижают кровь, другие привносят загустение крови, третьи дают больше кислорода в кровь, но не всем это нужно. Вот. Поэтому здесь вот такое вот, если я уже вижу группу, как она идёт, и, например, задают вопрос, я говорю, вот для этих, вот вам, ребят, подойдёт вот такая практика, а вам лучше вот такую сделать. Вам лучше такую травку попить, а вам лучше такую травку попить. Вот. И тогда уже получается более корректно. Что? Как можно понять в крови, чего именно не хватает у человека? Ну, это же видно по, например, там кружится голова, болит голова, например, тянет какую-то часть, какую-то часть тела, судороги, например, появляются. То есть разные-разные состояния, которые можно уже посмотреть, что откуда это идёт. То есть это может быть просто тахикардия, которая вылезла из-за того, что, может быть, это просто гипертоник, может, ну, то есть вообще очень много вариантов. И как показывает сейчас практика, вот как мы идём, всё-таки у ребят, ну, я бы, наверное, сказала, в 90% случаев идёт всё-таки улучшение состояния здоровья. И мне кажется, что это достаточно большой процент, и это здорово. Причём они могут же… Я же им не говорю, что конкретно делать. Я даю рекомендации, а они всё равно ориентируются только на своё тело. То есть у нас всегда первое, единственное правило, единственное и очень важное правило, что мы всегда ориентируемся только на своё тело, чтобы я не говорил, чтобы кто-то другой не говорил. Я просто даю какую-то определённую информацию, а применяют они и становится ли это их знанием, это уже другой вопрос. То есть я максимально стараюсь дать ребятам… Да, максимально стараюсь дать ребятам то, чтобы им не нужны были гуру, чтобы им не нужны были какие-то путеводители, чтобы они максимально научились слышать и слушать себя, чтобы могли идти самостоятельно. Если с кем-то, то это здорово, но чтобы они не искали в каком-то опору, не опору, а именно только поддержку, поддержку какую-то дружескую, компанейскую. Вот это да. У нас есть вопрос от участника Zoom, от Турара. Можно ли раскрыть тему фасы, лимфа, миофасы? Вы что-то можете сказать по этому поводу? Нет, я по этому поводу сейчас ничего сказать не могу, потому что, ещё раз говорю, когда, если я на открытых эфирах очень глубоко углубляюсь, мы недавно отвоевали обратно свой канал, потому что очень много информации, которая не нравится, очень много информации, которая в открытом доступе. Поэтому я сейчас очень аккуратно всю информацию даю, которую могу дать. Но я думаю, что если кому-то будет интересно, то там уже ребята добавятся либо на марафоны, либо на ретриты. И там уже в других соцсетях, так скажем, более закрытых, я уже даю какую-то другую информацию, следующую. А здесь просто, наверное, пришла пообщаться, немножечко рассказать, чем я занимаюсь, как я вижу на сегодняшний день этот мир. Расскажите, может быть, тогда, как вы пришли, вот у вас же уже опыт большой, 15 лет, это тема питания, вы занимаетесь. Вот 11 лет вы начали с веганства, потом к сыроеданию пришли, вот уже ведёте марафоны по неедению или как вы там это называете, да, там чистые. То есть как вы вообще к этому пришли, откуда это вам? Вот на меня, например, свалилось в один день, а вот как вы пришли? Ну, я уже рассказывала, от меня сказались врачи, то есть мне дали срок, что я, у меня сосуды, я была на гормональной терапии, на ежедневной гормональной терапии в течение длительного очень времени, и мне врач сказал, что, говорит, Света, сосуды практически сгорели, и, ну, два месяца, говорит, я тебе даю, говорит, два месяца, говорит, мы ещё можем поставить, и всё, и ты уже, говорит, как бы некуда будет ставить. Вот, и у меня был выбор либо здесь два месяца, это 100%, либо здесь я, ну, первый раз я, конечно же, не знала ничего про неедение, ни про какое, я просто поставила себе очередной гормон, то есть я сама себе могу ставить внутривенное и капельницы, потому что там уже, я думаю, кто в таком состоянии находится, они сами себе это всё могут делать. И в очередной раз я просто поставила себе дозу гормонов, и когда поняла, что у меня не проходит приступ, я вызвала скорую, скорые все, в принципе, знают по адресам, там, астматиков, гипертоников, сердечников, вот, они мне просто сказали, они говорят, Свет, какую дозу поставила? Я говорю, столько-то кубиков. Они говорят, ну, нам что приедем, говорит, тебя, говорит, забрать к себе, мы, говорит, больше, чем ты себе поставила, поставить не сможем, сердце не выдержит. Просто чтобы тебя, чтобы под контролем быть, говорит, а если ты умрёшь, нам, говорит, статистику портить. Давай мы через два часа тебе перезвонимся, и ты будешь жива, и мы тебя заберём. И тогда я, конечно же, всю ночь просидела в интернете, потому что я понимала, что если я усну, я уже не проснусь, у меня сердце не выдержит. И я тогда узнала, что кто такие сыроеды, что это не те люди, которые сыр едят. И утром, когда все проснулись уже, я стала стопроцентным сыроедом. У меня не было ни единого срыва, потому что я очень хотела жить. Но я так продержалась где-то, ну не продержалась, а в огромном удовольствии пробыла где-то полгода, а потом мне начали мои близкие говорить, что ну как ты вот такая вот худая, ты, наверное, скоро умрёшь, и всё такое. И я обратно вернулась к обычной еде, но у меня хватило ненадолго до следующего приступа. И когда у меня был следующий приступ, вот как раз перед следующим приступом, мне уже вот врач как раз в второй раз сказал, что два месяца, и сосуды полностью аннулируются из моего тела, разъезд гормоны, сосуды. И тогда я уже понимала, что сыроедение мне не отделаться, я нашла, увидела, что есть люди, которые не едят и не пьют. Я думала, нифига себе. И начала практиковать. И вот с того времени, вот скоро это уже будет почти 10 лет, как я вот в практиках. То есть у меня это не сразу случилось, я была далека от этого, у меня были свои компании, мне нравилось отмечать какие-то посиделки в кафе, в ресторанах, с вином, с мясом. Я никогда не стремилась к такому образу жизни, то есть у меня такого вообще не было. У меня была самая обычная, среднестатистическая жизнь, которая просто вот так вот изменилась вся в раз. Ну как в раз. Я к тому, чем я сейчас занимаюсь, я к этому шла 10 лет, потому что у меня другого варианта не было. Вот именно поэтому я так вот и дошла сюда. Да, интересно. Я просто как бы не слушала предыдущие эфиры, поэтому, может быть, вы повторились, но я думаю, это было полезно. Может быть, кто-то тоже пропустил эту историю. Каждый приходит своим путём и тоже идёт своим путём. У кого-то это быстро, у кого-то это долго получается. Да, очень интересно. Я видела только несколько человек, у которых просто по щелчку бывает так раз, и нет желания кушать и пить. А так, в принципе, вот насколько я знаю, это люди, у которых нет выбора. И они к этому идут. И нет такого, что вот все хотят волшебную таблетку. А давайте мы через какую-то таблетку отдайте нам какой-нибудь аппарат, отдайте нам какую-нибудь технику, гипноз, там ещё что-то. Ну, все хотят что-то такое лёгкое найти. Но я таких способов не знаю. Пока ты не сменишь своё осознание, для чего тебе это, ты это делаешь, чтобы что, тогда ты не будешь переходить на какие-то другие моменты. И пока ты не научишься слышать своё тело, ты просто можешь его загубить вот этими голодными практиками, как я называю. Потому что очень много же людей, которые наслушаются, думают, что… Многие же говорят, что автономия — это прекрасно, ты начинаешь там летать, я не знаю, ты покрываешься там вся каким-то незабвенным муком розовым, ты становишься мега-суперчеловеком. И люди, не осознавая этого, начинают просто ломать своё тело. Это неправильно. Очень много некорректных случаев. И я всё-таки призываю людей, чтобы это не гомут с головой, а именно разумно поступать. Исследовать своё тело. Будьте исследователем. Не надо за кем-то идти. Если кто-то вам сказал, что это хорошо, я не знаю, у меня было нехорошо, у меня были сложные моменты, которые действительно я очень сложно проходила. У меня редко бывали, на первых стадиях, у меня редко бывали состояния, где я летала, как многие рассказывают. У меня такого не было. Может быть, потому что у меня было очень грязное тело. Но я всё же всем ребятам говорю, что не детей, мы не в голодание идём, мы в осознание идём. Это разные вещи. Да, хорошо вы это подметили. А про чистки всё-таки тоже важно. Сначала нужно очистить кишечник, а потом уже начинать какие-то практики. Правильно? Или можно у каждого свой, как говорится, путь, и зависит от того, насколько организм чистый? Ну, я знаете, как к чисткам отношусь? Чистки — это наши помощники. Только помощники. Это не основное. Но если вы не меняете свой образ жизни, то чистки любви бесполезны. Если вы меняете свой образ жизни, то у вас организм начинает сам самостоятельно зачищаться. И чистками вы можете помочь. Но если вы будете зачищаться, то организм будет всё время срываться на что-либо. Здесь тоже нужно очень аккуратно. И если, конечно же, были медикаментозные лечения, то чистки, наверное, всё-таки нужны. Нужны, чтобы помочь, как минимум, вывести эти химические соединения. А если вы до этого жили плюс-минус в таком влагостном состоянии, без животной пищи, и у вас был спорт, то, наверное, чистки — это будут какие-то минимальные. То есть это почистит печень, естественно, чтобы у нас все канальчики, всё вот это вот загустевшее желто, чтобы её всю прочистить, запечённая кровь, которая у нас в сосудах, капиллярах остаётся. Но это не зачищение, это именно чистки, которые мы делаем на лайке, чтобы помочь себе идти вот в этой благости, а не чтобы ты уже от этих чисток ни руку, ни ногу поднять не можешь, и тебе ещё там что-то нужно делать. А сказали, если тебе тяжело, тебе ещё нужно там пробежать сколько-то километров, а у тебя сердце не справляется, но сказали же, вот тот же так делал, и ты начинаешь его опыт на себя, да, и всё, и получаются страшные вещи. Вот мы сейчас вернёмся про таблетку. Вот тут Виталий пишет на Ютьюбе, что «Доброй ночи, я ем овощи и фрукты сыроед, но единственное, что халва, вот у него очень эту зависимость, он хочет побороть». Вот люди ищут таблетку всё равно, да? Ну здесь же надо, наверное, не побороть, а углубиться туда, наоборот, нырнуть в это состояние. А что тебе даёт эта халва? Что ты чувствуешь, когда ты её кушаешь? Что ты можешь, от чего ты ещё можешь чувствовать, испытывать такие чувствования, эту глубину? Куда она тебя выводит? Вот с этой стороны нужно проработать. Потому что мы любим заменители. Ведь посмотрите, заходишь в какие-нибудь магазины здорового питания, там полный холодильник стоит, эти колбасы без мяса, там молоко, не молоко, там ещё что-то. Это же вы обманываете себя, вы же никуда не придёте. Облегчение питания — это не чтобы там с обычного тортика перейти на сыроедческий тортик. Нет, облегчение питания — это когда ты облегчаешь свой аватар, чтобы познавать другие плотности, в которых ты можешь существовать в другом себе. Да, красиво. Потом ещё вопрос. Вот у нас тут Турар, Ру тоже руку тянет. Я сейчас пару вопросов на Ютубе прочитаю. Значит, вот Светлане вопрос. Желание жить и готовность умереть. Что лучше помогает самодисциплинироваться? Вот такой интересный вопрос. А тут, ребят, уже стирается грань желание жить и желание умереть. Что такое жизнь и что такое смерть? Ведь только жизнь может начаться только на основании смерти. А смерть вы можете увидеть только в виде жизни. И если у вас есть эта грань между жизнью и смертью, значит, вы ещё находитесь в состоянии хорошо и плохо. Когда у вас стирается хорошо и плохо, когда вы понимаете, что это просто факт, когда у вас нет жизни и смерти, сон либо бодрствование, тогда вы находитесь и вы находитесь в этой лёгкой благости. И там нет смерти в том видении, в котором общественные статистические мы говорим о смерти чего-либо. потому что даже если вы видите себя без разделения жизни и смерти, то вы же уже не ориентируетесь на свой аватар, не ориентируетесь на свою физику. Там же уже другое. Это то же самое, что когда вы говорите там, а что такое вещи и сны, а что такое осознанные сны, а что вот это. Мы же с вами можем разделить грань между сном и явью только на основании того, когда мы просыпаемся и начинаем идентифицировать себя со своим физическим телом. Но во сне-то кто был? То же ты просто без этого физического тела. И там ты, и здесь ты. Если ты не начнёшь себя идентифицировать со своим телом, то ты поймёшь, что ты есть везде. Тебе не нужно ставить эти рамки и границы. И тогда у тебя сон, он отпадает в общем понимании как сон. Ты есть везде и можешь делать в любой плотности те вещи, которые тебе по факту даны на этот момент. Наверное, понятно объяснила. Да, очень углубляйте. Нам нужно в эту сторону, наверное, и рулить. Может быть, мы дадим слово Турару. Турару, ты сформулируй, пожалуйста, вопрос. Я тебе сейчас микрофон включу, ну, чтобы тебя не занесло, пожалуйста. Обещаешь? Да, включай. Включила. Приветствую всех. Светлана. Здравствуйте. Приятно вас слышать. Вначале вы говорили про направление крови и направление лимфы, что они разные, что кровь даже можно развернуть. Вот это, если вопрос, можете рассказать по большей информации. И второй вопрос. Разговор с кровью, то есть ДНК, да, и сознательный разговор с животом. Очень интересно. Прямо все вначале очень так платно начали. Благодарю, Турар. Да, но я могу сказать, что я здесь лекцию сейчас проводить не смогу. Я не говорила, что разговаривать нужно с кровью, а то, что у нас лимфа и кровь течет в разные стороны, вы это можете посмотреть в любом учебнике анатомии. Это как бы не мои заметки. Это я не вскрывала людей пока, у меня нет такого опыта. Но я была в определенных лабораториях, где мне показывали, как лимфа отделяется от крови. Что там есть. Но опять же я говорю, что я не всё смогу сказать здесь. А то, что говорится, что разговаривать со своей кровью, не разговаривать со своей кровью, а осознавать, кровь-то она же и есть ты, это часть тебя. Если ты себя осознаёшь, то ты осознаёшь, что это физическое тело, то, которое тебе даёт определённый спектр возможностей в этой плотности, только лишь и всего. И как ты им воспользуешься, это уже другой момент. Но это я ещё раз говорю. В этом теле это как начальная школа. Мы пока в этом теле не познаем каких-то определённых вещей, мы дальше не пойдём. Дальше в разуплотнение себя мы выйти не сможем. Мы опять придём на круги своя, на эту реаккарнацию. Если вас это устраивает, то это не хорошо, не плохо, это просто очередной ваш виток. Кто-то уже хочет идти дальше. И вот когда вы хотите идти дальше, идёт через осознание себя. А осознать себя вы можете тогда, когда вы перестаёте себя идентифицировать через своё физическое тело. Но вы чётко понимаете, что это физическое тело именно ваше. И здесь идут другие моменты, другие аспекты. Тогда вы уже чётко понимаете, готовы ли вы ваше тело чем-то нагружать, чем-то разбивать, чем-то загрязнять. Или вы всё-таки хотите, чтобы ваше тело было для вас именно проводником и помощником в максимально облегчённом состоянии, чтобы оно вас не оттягивало от осознания себя. Вы-то здесь, а тело только может быть в этой плотности. Куда вы готовы пойти? Это уже другой вопрос. Да, интересно. Давайте пойдём куда-нибудь. Сходим. Я бы ещё хотела сказать, что у меня ещё есть буквально минут 5-10, и я вас покину. Готова ещё поотвечать на вопрос. Туран что-то хочет сказать ещё. Дадим ему? Туран. Да, пожалуйста, конечно. У меня такой вопрос. А вот то, что в цигуне или в йоге говорят, там, в нисходящий поток, вверх ходящий поток, это вот это и есть направление крови и направление фасы. Они, наверное, об этом. И это думают, наверное, что где-то в Астралии происходит, где-то в Минталии, а на самом деле это физические процессы, да? Я не могу сказать ничего по йоге. Я йогой начала заниматься только совсем недавно. Я не знаю философию йоги. Я прекрасно понимаю, что йога — это не физика, это философия тела, это про другое. Но про что там говорится, я не могу за них сказать. Я могу только сказать то, что я уже сказала за себя, своё видение. А как там, про какие потоки и про какие восхождения, нисхождения говорится, я не могу это прокомментировать. Хорошо. Благодарю, Турар. Вот есть вопросы, не знаю, можно ли ответить. Конечно, кто-то, как говорится, не… Ну, вы психолог, может быть, вы можете. Например, вот пишет Галина, что на третий день или четвёртый сухие дни у неё цистит начинается. Что делать? Может быть, какой-то совет есть, да? Цистит, да, есть совет. Давайте я вам скажу, как в психосоматике. Во-первых, цистит у вас начинается, это у вас отношения по папиной линии, у вас где-то были достаточно сложные отношения к женщинам по папиной линии. Это первый момент, куда вам нужно заглянуть и поковыряться. И чисто на физическом плане, если такие… Это очень частая проблема у женщин, цистит на сухих днях. Просто, девочки, набираете какой-нибудь тазик либо горшок, у кого дети есть, кипятка. Просто ставите чайник, набираете кипятка и туда насыпаете немножечко марганцовки, ну, чтобы она такая была ядрёненькая. И вот эти вот пары, то есть уходите куда-нибудь, чтобы вас не видели, в ванну, в туалет, куда вам хочется. И не туда садитесь, а именно садитесь в такую позу, я не знаю, в позу лягушки или как там, чтобы вам было удобно. И чтобы вот эти вот пары, вот этой марганцовки, они были у вас, вот эти пары, чтобы они были в промежность. Именно чтобы не на кипяток садиться, а именно вот этими парами. Минут 10-15. Как правило, с первого раза весь цистит проходит. Можете повторить на следующий день, но в 99% с первого раза всё проходит. Если циклы сбиты, если что-то по-женски, вот какие-то болевые ощущения, то вот это вот очень хорошо помогает. Так, Светлана, можно ещё вопрос? Один благодарю. У нас Наталья, участница Зума, спрашивает про малокровие. Можно ли автономить при этом? Как вы считаете? Малокровие, оно же тоже бывает разное. Смотрите, если мы говорим про малокровие, мы же сначала можем выйти. Какие у вас симптомы? Как вы себя чувствуете? Что у вас, есть ли у вас тахикардия? Легко ли вам подниматься, например, этаж на третий? Как вы себя чувствуете в воде? Вот эти все вопросы нужно на них будет ответить. И на определённой стадии можно будет попить определённые травки, либо какие-то скорректировать питание, чтобы облегчить физическое тело. И тогда начинать сухие дни с 24 часов, 24-36 часов, больше не надо. И тогда у вас будет организм вот эту вот всю жидкость вашего тела максимально сохранять, и кровь будет восстанавливаться. Но здесь нужно, опять же, все вот эти факторы нужно учитывать. Да, может быть, Наталья, если вы хотите что-то дополнить, может быть, вы поднимите руку, тогда я им включу микрофон, и вы спросите, пока Светлана наша ещё с нами. И я хочу пользоваться возможностью и пригласить, может быть, если хотите продолжить общение, переходить из YouTube на Zoom. У нас есть ссылочка, и также есть ссылочка на все Светланины аккаунты, включая, где у неё марафоны проходят. Вот, так что не теряйте Светлану. Так, Наталья, видимо, чья удовлетворена ответом. Да, ну что-то мы так быстро, столько хотелось всего спросить у вас, и вы уже убегаете от нас, да, Светлана? Да, но мне не получается очень долго, потому что у меня есть ещё англоязычные ребята, которые я веду, потому что я могу там немножечко вам приоткрыть такое. Очень много сейчас проводится опытов над людьми через токовые соединения у людей вызывают, раскрывают определённые способности, которые люди к этому не готовы и не знают, как с ними быть. И вот есть такие эксперименты, они прямо с ними заключают договора, и потом бывает, что люди остаются вот с этими вот раскрытыми способностями, не умея ими управлять, не зная, что делать. Вот, есть и такие, и это не очень корректно, но тем не менее у нас очень много всего в жизни происходит такого, о чём мы даже не предполагали. вот, и на каких-то этапах вот у меня есть несколько человек, которые вот через кого-то узнали, обратились, и мы сейчас ведём. Поэтому у меня не всегда получается долгие эфиры, я стараюсь эфиры всегда вести максимум час, чтобы меня как бы хватило везде. Вы нас заинтриговали очень сильно, так что в следующий раз, может быть, мы откроем эту занавесочку и узнаем побольше. Вы как сказали, что вы уходите, везде все так заактивировались, что нам ещё часа, наверное, не хватит ответить. Давайте, может быть, два вопроса оставим. Давайте вот, значит, Ирина пишет, если лифа застоялась в колене, болит, и мне сказали, что в почках соли, как разогнать эту лимфу? Ну, смотрите, скорее всего, не в почках, а надпочечнике. Надпочечники – это немножечко про другое. Во-первых, чтобы разогнать лимфу, я уже говорила, чтобы именно… Тут же не разгон лимфы, а именно почему у вас в коленных чашечках вот этот вот застой. Это, скорее всего, потому что у вас суставчики немножечко стёрты, и чтобы у вас не было максимально болезненного состояния тогда, то организм просто туда вытягивается, вытягивает эту воду. Вот, чтобы этого не было, сделайте себе очень-очень тёплые компрессы с магнезией, сульфат магния, что ли, магнезией в порошочках, которыми мы все обожаем чиститься, да, вот это вот горькое. А прям сделайте такие марлечки или что там в горячей, вы растворите, ну, например, один пакетик вот этой вот сульфата вот этого растворить в 100 миллилитрах горячей воды и сделайте вот эти вот горячие компрессы, то есть 100 миллилитров хватит вам на две ноги спокойно. Сделайте вот эти вот два компресса, но после того, как вы 5 минут походите на пяточках, на голых пяточках по дому, чтобы разогнать лимфатическую систему, чтобы разогнать кровь, чтобы вот эта вот естественная вибрация пошла по всему организму, походите минут 5 на пяточках и как раз сделайте вот эти вот компрессы с магнезией. Магнезия – это очень хорошо вытягивает всё на себя, и вам станет легче, но после первого раза уже станет намного легче. И загляните, конечно же, в психосоматику, почему вы так себя не любите, перед кем вы до сих пор стоите на коленях, перед самой собой, почему. Да, благодарю. Вот вы всё-таки нам практику одну и сказали на пяточках походить, так что мы от вас что-то выводили в итоге, хотя вы не собирались. Это хорошо. Так, и вот дополнение идёт про малокровие, голова кружится и слабость. Голова кружится, да. Голова кружится и слабость. Слабость – это понятно, да. А голова кружится, чтобы минимально… Голова кружится – это ещё… Вам нужно восстановить вестибулярный аппарат. Чтобы максимально восстановить вестибулярный аппарат, вы вот так вот ручки делаете, немножечко как бы под углом 45 градусов. 7 раз в одну сторону, 7 или 9, потом голову вниз, потому что голова закружится, голову вниз, и обязательно фокусируйте свой взгляд на чём-либо, на ногте, на паркете, на тапочках, вот хоть на чём, обязательно взгляд зафокусируйте. Потом в другую сторону. И так делаете повторений 7. 7 круга, один раз в одну сторону, второй раз в другую. То есть либо 7, либо 9 повторений у вас в общей сложности должно быть. После каждой стороны вы просто голову вниз опускаете и фокусируете где-нибудь взгляд. Но заканчивать нужно всегда по часовой стрелке. Это наша жизнь, то есть против часовой стрелки это остановка нашего пространства, где мы можем восстановить на определённый момент своё здоровье, но останавливается и всё остальное. Но где наша жизнь, это по часовой стрелке. Делайте такую практику и развивайте оба полушария мозга, то есть делайте себе, начинайте рисовать одновременно и правой и левой рукой, одинаковые фигурки. И тогда у вас вестибулярный аппарат будет настраиваться, приток крови будет больше, и головокружение, как правило, будет проходить. Как интересно. А скажите, как руки держать ещё раз, когда крутиться нужно? А вот, просто вот так вот вниз. Плечки расслабленные. Ладошки можете вот так, можете вот так. То есть вы посмотрите, как вам будет комфортнее. Кто-то вот так вот держит ладошку, и он как будто вокруг себя очерчивает, а кто-то вот так, как будто он что-то принимает. Можете в одну сторону так, в другую сторону так. Если есть что отдать, наверное, если избыток, то тогда кверху, а если нужно взять, то наоборот, да, вниз. Ну, чаще мы не можем брать. А не можем брать только лишь потому, что мы и отдавать не умеем. Все говорят, что я вот с удовольствием отдаю, а взять не могу. Вы себе не всё договариваете. Всё нужно, чтобы научиться и то, и то делать, да? Конечно, конечно. Иначе наши почки просто будут в плачевном состоянии. Здорово. Ну, давайте тогда ещё дадим Татьяне слово, и уже будем вас отпускать. Татьяна, вы можете включать микрофон. Светлана, здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, при сухих днях очень часто бывает, что кожа очень сухая. Вы как-то где-то говорили, что лавровый лист запариваем и садимся в ванну. Вот скажите, пожалуйста, пропорции, как правильно заварить этот лавровый лист, сколько его нужно на ванну и сколько нужно принимать по времени. Ну, во-первых, очень хорошо, когда вы перед тем, как выходить на сухие дни, хотя бы три дня позамасливаетесь масло внутрь. Очень много техник, как это делать. А что касаемо лаврового листа, то, ну, если вы в ванной посидеть, просто хотите с лавровым листом, то просто вот эту вот упаковку запариваете в термосе, там, на литр, на сколько, и когда в ванну выливаете, просто туда наливаете, и в этой ванне сидите минут 15. Но очень хорошо вот это вот лавровое масло, я его делала. Вы берёте 200 грамм масла, желательно оливкового, потому что оно при нагревании, оно не даёт интоксикации. Вот, по-моему, оливковое, если я не ошибаюсь, ребят, можете меня поправить. Берёте 200 грамм масла, с первого отжима, его нагреваете, нагреваете до такой степени, чтобы оно не забурлило, а именно вот эти вот пузырьки, когда только начинают идти вверх пузырёчки, вы туда высыпаете целую пачку лаврового листа, по-моему, пачки по 10 грамм. Если у вас свой лавровый лист покупной, ну, примерно сделайте, чтобы это было 10 грамм. Сколько там листочков, наверное, 20 будет. Вот. Вы туда эту пачку лаврового листа в 200 грамм масла насыпаете, томите 10-15 минут и выключаете. Но это лучше на ночь делай. Выключаете, и утром у вас получается вот этот вот настой, он уже подостынет. И этот настой можете либо сцедить куда-то в баночку, либо можете вместе с этим лавровым листом просто в какую-нибудь баночку слить. И вот этим маслом вы можете просто мазаться. И вот эти, когда у нас на сухих днях из нас начинают выходить вот эти все грибы, через кожу в том числе, через кожу у нас очень много всего вылазит. Поэтому у нас кожа сохнет. Это потому, что у нас вот это вот съеденное идет. Чешуйки у нас просто отваливаются. Вместе с чешуйками у нас это отгребнется, я бы я так назвала, отваливается. Очень часто бывает, что зуд идет на сухих днях. И вот этим вот маслом лавровым им мазаться, и он получается, он все, он типа резитарку съедает, и за счет масла у вас достаточно такая нежная кожа получается. И за счет того, что антипаразитарку масло съедает, у вас поры не закупориваются за счет масла, а наоборот начинают дышать. Но еще очень хорошо, перед тем, как выйти на сухие дни, если вы, например, знаете, что вы завтра пойдете на сухие дни, вечером помойтесь, вот эти вот щетки есть с натуральной щетиной, вот прямо смойте верхний слой эпидермиса, чтобы сотрите его, чтобы он у вас, чтобы кожа не чесалась, начинала дышать, и чтобы она у вас очень сильно не сохла. Вот. И хорошо помойтесь, выходите на сухие, тогда эти, тогда вы облегчите такие состояния, и сухости, и чесания, и всего вот такого, неприятности с кожей. Да, благодаря. А может быть, перестать их называть сухими, и перестанет кожа сохнуть, все же тоже же в голове, нет? Может, еще проще? Мне кажется, это естественные дни, сухие дни. Я вообще, когда заходила, я не знала, что такое. Я просто понимала, что это должен быть лечебный голод, без жидкости и без еды. Других слов я тогда не знала. Да, и, Светланочка, вот последний. Звон в ушах, можете что-то сказать? Вот очень много людей жалуются, я вот слышу периодически об этом. что это значит и вообще откуда это и почему и как избавиться. Может быть, какие-то советы автономии или нет? Звон в ушах, но это очень часто бывает. Нужно смотреть, когда на сухие днях, не на сухие днях. Но это, когда у нас принимают иной размер барабанные перепонки. Это очень часто бывает на сухие днях. Можете делать либо пароход, знаете, как пароходец, то есть зажимаете нос и говорит пароход, и когда дых, зажимаете нос и как бы в нос дуете вот этой буквой д. Вот. И тогда получается, что вот этот звон проходит. Это первый момент. Второй момент можно ещё очень хорошо, если прям совсем сильный звон в ушах идёт, и вот он не перестаёт, то тогда вот на, вот, например, если на правом ухе звон в ушах, то вы встаёте на левую ногу, правую ногу поджимаете и просто вот так вот зажимаете, открываете, прыгаете на другой ноге, не в том ухе, которое, которое звенит, а с другого. Начинайте всегда с другого, со здорового уха. А потом другое ухо также делаете. То есть на какой ноге стоите, туда поворачиваете голову и делаете как бы вакуум в ухе. И у вас получается, что за счёт вакуума вот этого у вас такой нежный массаж барабанных перепонок, как бы воздушный массаж барабанных перепонок идёт. И за счёт того, что вы прыгаете, опять же идёт вот эта вот вибрация и кровоток, он становится более… Когда мы вибрируем, когда ходим на пяточках, когда много гуляем, вот, то у нас идёт естественная вибрация и у нас кровь, она становится той субстанцией, которая нам максимально комфортна для нашего сердечного клапана. Вот, чтобы она у нас работала как надо. У вас микрофон выключен. Ой, благодарю вас. Я не буду наглядеть и вас ещё больше задерживать, так как вы уже давно сказали, минут 20 назад, что у вас только 10 минут есть. Очень было приятно с вами, я не знаю, разговаривали ли, или пошли мы в ту и не в ту сторону, но я думаю, в следующий раз у нас будет и пойдём туда, куда нам надо. Ну, у меня всё время не в ту сторону, поэтому, кто меня знает, это нормально. Да, про лимфу ещё такой вопрос, быстренько я отвечу. щётки помогают, лимфу, вы можете лимфу запустить, а можете разбить. Разные эффекты будут, когда вы её запускаете, потому что лимфа у нас идёт вверх, у нас вот такие вот клапаночки есть на лимфе, и она продвигается на раз, продвинулась, клапаночками закрылась, продвинулась, клапаночками закрылась. Вы можете её запустить вверх, сделать массаж, а можете разбить её, но тут разные эффекты и для разных моментов в вашей жизни. То есть и тот, и тот массаж можно делать, но смотря для чего. Всё. Спасибо. Здорово. Благодарю. Благодарю всех. Эфир завершён. Спасибо. Хорошо, что завершён. Томас, значит, тот. Спасибо.